Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Мы сегодня в Ельце. Главный храм Ельца. И тут вот такая вот заброшечка стоит. Она забита мусором, но очень хочется полазить. Вот. Поэтому давайте сегодня полазим по классным заброшкам. Старинным. Елецким. Может, что-нибудь интересного найдем. Погнали. Вот такой вот дом. Он, кстати, еще буквально 10 лет назад был жилой. Тут был даже газ внутри. Там есть газовая труба. Сейчас. Сейчас покажу, в каком состоянии. Ну, это, естественно, памятник архитектуры. Заваленный мусором буквально до потолка. Сарайчики. Опа. Так, что, сначала осмотр территории или сразу в дом? Ну, тут в дом-то не залезешь. Мне кажется, там полы провалятся. Не знаю, там подвал огромный у этого дома. Тут на улице жара страшная стоит. Здесь вот во двор зашел холодина. Вот. Тут на дворной постройке. Это центр города, друзья, чтобы вы понимали, самый центр. И здесь вот такой вот особняк стоит. Да вот дверь. Вот вход в него. Так, вот вход в подвал. Я предлагаю слазить сначала в подвал и посмотреть, что там. Да? Да. Полезли. В какое-то окно. Сейчас клад найдем. Или на нас все рухнет. Тут два варианта. Оп. Влезаем. Сводчатый потолок. И тярк. Тут мясо висело на крюках. Крюки еще остались. А, отсюда тоже был вход. Здесь хранили картошку, скорее всего. Да, тут разделено, видишь, на несколько секций. Да, дом. Видать, в Советском Союзе дом был многоквартирный, но типа коммунальный. Тихо. И подвал попилили. Каждый имел свою карту. Тут кто-то копал. Клад искали. Ох, нифига себе. А тут еще метра на два вниз уходит. Ну, кто-то, видишь, какие-то черные копатели ковыряли, искали что-то. Тут вот в 19 веке, видишь, продукты мяса висело. Еще один вход. Что-то кладовочку. Шифонер старинный стоит. Точнее, ну как стоит, лежит. Вот он. А вот мы через что разъеду. Да, мы вот сюда смотрели. Так. Ну, с подвалом все понятно. Так забавно, дверь отбита. А с подвалом все понятно. Здесь. Вот это какая-то тумбочка старенькая, кстати. Здесь, на самом деле, можно что найти? Здесь можно найти какую-то старинную мебель. Или что-то в этом роде. Все. Я что-то шевелю. Стена, бля, падает. Твою мать, чуть не обосрался. Главное, Савелий, не наступить на гвоздь или стекло. А то до тебя со мной Илюха лазил. Был у меня один друг Илюха. Ну, был, он есть. Он просто сегодня работает, ребят. Вы спросите, где Илюха. Все, они вместо него Савелий. Вот. Но Илюха однажды, мы лазили по заброхам, и он наступил жестко на стекло. И грязь, дверь. Смотри, она какая. Видишь, у нее вот эта окантовка такая, вогнутая, дверь козырная вообще. Блин, а вот эта крыша сейчас на нас упадет, мне кажется. Газовая труба новая. Газ был. Вот, Илюха, короче, наступил на стекло. Жестко себе порвался. Все, и мы даже в больницу ездили, зашивались. Опа. Опа. Так, я влез. Главное, в подвал. А я взрослый, мы тут не можем в подвал провалиться. Потому что там же сводчатый потолок. Так. Ну, здесь вот так вот. Еще один какой-то шифонер. Ковры. Видишь, тут подоконники разбиты. Под подоконниками ищут клады обычно. Блин, мы наверх, короче, не поднимемся, да, я так понимаю? Лестницы. Ну, пошли туда. Так, здесь что? Мне кажется, здесь жил бомж. Какой-нибудь. А там вот, смотрите, местные жители устроили мусорку. Просто в окно кидают пакеты. Дымоход. Печку разбили. Дымоход. Тоже, наверное, что-то выгребали. Тихо ты. Ты очень неосторожно, Савелий, ходишь. Видать, ты никогда подпол не проваливал. Савелий просто неопытный кладоискатель. Это его первая заброшка. Вот он. Видите, люди мусор выкидывают. Ну, вот так вот. Вот в таком состоянии памятник архитектуры. Класс. Вот эта комната странная мусорка. Та завалена, и эта завалена. Видно, там с улицы плохой подход. Подожди, а как наверх-то попадают люди? А там, наверное, они... Нет, это дымоход был. Это дымоход разбит. Давай, давай посмотрим. Тут вот тоже, видишь, дымоход разбит. Не, мне кажется, с улицы, вот как раз та дверь, там была приставная лестница с улицы. И, наверное, влезали в нее. Проверим. О, смотрите-ка. А вот это изразец. Да. Это старый изразец. Дверь голландка была. Ой, дверь. А плита была голландка, смотри. И она была изразцовая. Изразцы – это не плитка, которую покрывали сверху. Изразцы – он как кирпич. То есть, вот он. Изразцовый кирпич, вот он. Он сразу, из него делалась плита. Вот он, видите? И вот на него сверху наклеили обои какие-то. А так он беленький. Вот она, изразцовая печь беленькая была. Красивая. Кто-то ее... Ну, ее, видимо, изразцы разобрали и в Москву увезли, продали. Вот вся история этой печки. Была, наверное, красивая, белая. Так, а сюда... А, мы сюда заходили. Здесь ничего. Слушай, ну, походу, мы, да, наверх не вылезем. Жутко. Вот она дверь. Лестница была. Вот здесь вот какая-то была приставная лестница. Возможно, она была железная. Потому что вот железный столб и вон еще один. Вот, раз, два. Возможно, тут была какая-то железная конструкция. Вот на них стояла. Туда был вход. Посмотрим с той стороны, может, что там есть лестница. Сарай тоже завален. Хламом. Что там, есть лестница? Сарай? Нет, пока все. Сарай? Ну, типа, сарай, да. Так. Ой, только глянем, что тут. А, это тоже пристройки сарай. Просто городухи. Ну, короче, на второй этаж мы никак не поднимемся. Рублема. Нет, вот она, лестница, Велий. Вот мы под ней. Вот она, она. А где в нее вход? Вон вход. Вот, вот я и нашел. Кошмар. Мне кажется, сейчас по этой лестнице будет очень опасно подниматься. Просто очень опасно. Ё-моё, она существует. Так, сейчас смотрите. Ого-го. Блин, я не уверен. Вам видно вообще, под каким она углом к стене? Ну, вроде пока не сыпется. Блин, тут вот так вот она стоит. Я не знаю. Шванер. Ой, блин. Надо срочно встать на стену. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот тут уже страшноватенько. Второй этаж. Там полы свалились. Вот тут сейчас провалится. Вообще, милое дело, мне кажется. Нет? Хотя нет, перекрытие нормальное. Вот они, арочки. Лучше ходить по балкам. Ходим по балкам. Пролом в стене. Вот на дверь висящие. Сейчас мы ее откроем. Покажу. Класс. Дверь никуда. Петли старючие. Видите? И дверь старая. Чердак. Но мы туда не полезем. Потому что это что-то беспонтово. Вот они опять изразцы. Печные. Вот. Беленькие, видите? И вот остатки печки. Отсюда. Тут ее просто разбомбили. Зачем? Непонятно только. Друзья, напишите в комментариях, как вам вообще этот ужас. Вот они. Вот узкий изразец. А, это поворотный. Поворотный. Вот он такой. Покрашен. Да, прям вся печка была. Вон наверху ходила. В общем, диван. Вид из окна. Грандиозный. Главный храм Ельца. Да? Красота. Красота когда-то была. Представляете себе дверь. У нас шириной метра полтора. И с аркой. Изолятор. Эх. Не оторву. У руки болят. Тут даже отопление было того. Настатки от этих. Ну что, как тебе? Огнище. Разруха. Ну круто ж когда-то было. Ну мне кажется, он сейчас скоро сгорит. Окончательно развалится. И на его месте появится какой-нибудь особнячок. Потому что кому-то, ну проще же новый построить, наверное. Современный и крутой, чем заниматься восстановлением какой-то хрени. Вот. Ну я лично так не считаю. Я считаю, конечно, восстановить бы это дело. Но у всех свое мнение. Пойдем обратно. Ну что, на выход, Артем. Ой, Артем. Савелий, прыгаем. Дверь закрыть. На дверь. Мы же уходим из дома. На дверь за собой закрыть. Оп. И на щекол. Да, лестница страшная. Тихо. Так, из вещей, естественно, нет ничего. Но как бы тут даже не вещь интересная. Тут сам дом, мне кажется, любопытный. Видите? Дверь двухсворчатая была. Я предлагаю по одному спускать. Да. По лестнице по одному, по-любому. Потому что она двоих может не выдержать. Да, потому что мы поднимались. Три-то тренировода была. Вот тоже дверь старинная, смотри. Да. Тут пожар был. Ну, иди. Удачи тебе, брат. Давай-давай. Береги себя. Жутко. Блин. Жутко вообще. Тут все может рухнуть, мне кажется. Просто идешь нащупываешь. Так, друзья. Надо подписаться на канал. Обязательно. Потому что, ну это же все вот. Рискую жизнью. Ради вас, ради контента. Да, и с Авелиной жизнью тоже. Но его не жалко. Вот такое вот, друзья, место. Самый центр города вообще. И такая разруха. Так, надо подписаться. В комментариях написать, что вы об этом думаете. Лайк поставить. Миклух Маклай. Пока-пока. Пока-пока.